Эстония, Израиль, Сербия, Армения, Китай, Россия и Беларусь. Семьи краин, 18 славутых мостаков, приняли удел у международным пленэры по живопису в образ родимый у Веяуленьши в мостадстве. Гэта суместный проект в Беларуси и России, створный 21 год тому. Мостаки тыдень працевали у Баленова, Тульской области, и тыдень у Славгородском районе. За гостиность от мостаков-удельника у районному краезнавчему музею подарили пейзаж Леонида Гоманова, родные просторы. Концепция пленэра в образ родимый у Веяуленьши в мостадстве продуглеживая и открытие ранее славутых, а теперь забытых имен. И сегодня-то форум призватили портретысту Фёдору Тулову. У 19-м ста годзе он працевал у Славгородзе. На выставе праставили копии з армитажа, оригиналы з Беларусского национального музея. Мы всё-таки имя художника открыли. Мы показали, что всё-таки славгородская земля богата творческими людьми. И, безусловно, это то, что наши художники прикоснулись к творческому наследию художников 19-го века. И, конечно же, проявили себя, представили свои творческие работы. Российская речка Ака, Проня и Сож у Славгородском районе. Вёзки, храмы. У всех это краевиды на 50 полотнах. И пополнить фонд Могилёвского областного мостадского музея имя Паула Масникова. Картины створны за веньми короткий термин. Однако это мостадская каштурность. Я впервые, например, в Славгородском районе был. Ну так, проездом проезжал в Славгород, но так, чтобы пожить в Славгородском районе, в деревнях, Сож, Проня, все эти вещи. Это как бы для меня это интересно было побыть. Поэтому тяжёлый пленэр, трудный пленэр, но всё равно мы с удовольствием на него ездим, на эти пленэры. Я была в Могилёве. Я изображала часть города, часть улицы Первомайской и натюрморт с пионами. В меру обстоятельств пришлось эти две работы сделать за три дня. При таких спартанских условиях я ещё не работала, но я рада, что всё удалось. У областного мостадского музея имя Паула Масникова выстава по выниках пленэра будет працывать усё лето. Татьяна Сергеичек, Александр Тарасов, Новинрегион.